Мы работаем для вас! Поддержи наш проект! Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления. Например, эмбрион формируется, если символически рассматриваем. Если что-то пошло не так, то ребенок рождается с патологией физической, то, что вот как раз там эти инвалиды. А здесь как бы идет тоже развитие, и даже это, кстати, можно следить тоже внутриутробно многих детей у этих, еще до того, как они родились, еще как вот в каком, как было вот, с чем было связано их рождение. Вот как я сказала, что, например, вообще не было отца. То есть этой истории нет. Это уже значит какое-то депрессивное состояние у матери, которое будет вынашивать эту беременность. Вот. И получается, что ребенок уже запрограммирован с тем, что у него будут психологические проблемы. Понимаете, потом роль матери, там первые три года. Мать для ребенка образует вот это психическое пространство, она формирует его психику. Ядро, кстати, депрессии формируется до двух лет. Да, то есть если, например, у матери была послеродовая депрессия связанная, ну вот там с недоставленными отношениями, там с мужем, да, или с мужчины, который ее бросил беременную. Соответственно, ребенок сразу в группе риска, что у него будет, да, депрессия и в подростковом, и в взрослом возрасте. Потом подключается, так должно идти в норме развития. На третьем году подключается отец. Да, тот, который формирует вот эту тренгуляцию. То есть неважно, девочка это или мальчик? Неважно, абсолютно, да. В этом его роль. Он разделяет мать и ребенка. И он устанавливает правила. То есть, да, и где-то пяти-семи годам заканчивается формирование психического аппарата у ребенка. Его там защитные механизмы, с которыми он будет впоследствии справляться в стрессовых ситуациях. Понимаете, как я уже сказала, у этих детей нет отцов, да, у 70 процентов или отец, которые не участвуют в жизни ребенка. А это значит, что его вся структура психики, она искажена. Понимаете, то есть это вот как внутриутробно были, да, вот какие-то физические изменения. То есть вот это все его развитие до семи лет, оно было нарушено. И поэтому к пяти-семи годам сформировалась, ну скажем, структура психики, которая будет свои травмы, например, отыгрывать во мне. Да, то, что делают эти дети. Потом идет, но этого еще никто не замечает. Вот. Это начинается в первом классе, когда ребенок идет в первый класс. Это первая манифестация девиантного поведения. Например, там ребенок хулиганит, там прячется под парты, отнимает там ручки, там дергает. За косички, да? Да, за косички. То есть мы знаем таких детей. Есть наоборот ребенок, который все время плачет, который боится выходить к доске. Он становится изгоем, да. Хулиган становится изгоем для учительниц, она его пересаживает на заднюю парту. Такой ребенок, который тревожный, он становится изгоем для детей. То, что мы называем буллингом, да. Впоследствии это дети подвергаются часто травле. Вот. И как бы все это так плавно, медленно развивается. Никто не решает проблему ребенка. Формирует личность человека, да? Да. Он, понимаете, ребенок не справляется с этим. Вот. И наступает тот самый пубертат, там, да, 12-14 лет. А вот этот с 7 до там 12 лет, ну, еще ребенок был малышом. Ну, подумаешь, в школе обижает, подумаешь, там, плохо учится, ну, подумаешь, закурил сигарету. А когда они входят в пубертат, вот в эти, там, ну, к 14 годам, активный пубертат, когда у них начинается протестное, оппозиционное поведение, и вот они все проблемы, все, что были до 7 лет, и, возможно, те какие-то, да, проблемы у ребенка, которые были в школе, это все просто, вот, знаете, взрывается, как ядерный взрыв.